Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой дачный канал, дачные влоги. У нас сегодня 7 сентября, время уже к обеду, второй час, и мы с мужем заглянули на участок. Мы вчера здесь были, протопили. Хочу показать, что повесили... Так, вот кто не видел, у нас вот здесь вот в гостиной, кухня-гостиная, здесь висел вот этот обогреватель. Мы сняли, потому что привозили такой маленький, который включаешь, он сразу прогревает такой. Обычно на пол ставят, ноги прогревает, и вверх идет тепло. У нас есть еще тепловая завеса, новая. В общем, вот этот у нас здесь. Мы все прикрепили, включили. Так хорошо вчера здесь нагрелось. Мы даже хотели оставаться ночевать, потому что мы здесь долго были, до пол-одиннадцатого, но потом поняли, что нужно ехать домой. Не взяли еду, спонтанно приехали, гуляли, приехали. В общем, вот так. Ну, вообще, здесь можно ночевать. Это мы точно убедились. Приезжаешь холодно, дом остывший, на улице холодно у нас. У нас ночью где-то плюс 4, плюс 5. Днем прогревается вот 11. Обещают до 15, но не знаю, будет, не будет. Поэтому здесь тепло. Вот мы приехали. Вот думала, буду ночевать. Уже тут лосины себе подготовила. Смотрите, какой у меня шикарный костюм есть. У меня их два разных. Вот этот потеплее. Вот. В этом костюме он у меня давно. Мы раньше, ну, вот, не знаю, как зимой, но вот в позднюю осенью какие-то прогулки. Вот. У него тут длинные брюки. Вот. У меня теплые колготки. И вот такой шикарный комбинезон. Вот я приехала, переоделась. Вот. На молнии. Вот так вот. Раз, но единственное, нет капюшончика. Капюшончика нету. Какая-то шапка нужна. У меня здесь нет шапки. Я увозила. В общем, я пошла на улицу. У меня муж там занимается. С машиной что-то там он делает. Смотрит. А я пойду покажу вам обстановку, что у нас на 7 сентября. А мы вчера привезли, установили вечером фонарь. Я сделала отдельный ролик по этому фонарю. Так хорошо светил. Все вставлю. Тут и дождь был. В общем, он водонепроницаемый. По фонарю уличному отдельный будет обзор. Потому что это очень важно. Мы очень долго выбирали, консультировались. Какие там датчики. Все вам покажу. Вот такая у нас сегодня солнечная погода. Давно не было солнышка. Вот как у нас в конце августа резко похолодало. По-моему, больше солнышка и не было. Было прохладно. Были дожди. Но дожди тоже и сейчас. Хочу показать вам сейчас, какой шикарный газон у нас вырос. Здесь у меня гладиолусы в тепле. Зеленый-зеленый. Длинный-длинный. Мы еще потом косить будем. Погодка вроде как налаживается. Такой прям, знаете, шикарный газон. Пушистый. Вот. Его нужно будет подстричь потом. Но тут прям вообще такого не было. Разрастается. Мы его удобрением просыпали. Тоже все это я показывала. Здесь какое-то пятно. Не протравились у нас. Одуванчики. Тут какая-то еще трава. Но в основном как-то все это меньше стало. Больше газона, меньше травы. Здесь прям целое поле футбольное. Нам так это все нравится. Вы посмотрите. Какой шикарный газон. Мы купили на днях позавчера в магазине Петрович. Хорошее удобрение. Надеюсь, что оно хорошее. Но так как мы уже удобрение рассыпали. Его написано хватает на 6 месяцев. То, которое мы купили по хорошей цене. Очень дешево покажу. Мы его в следующем весной будем удобрять. Ой, прям вообще. Это что-то с чем-то. Такого я еще не видела. У нас такого не было. Густющий. Я еще его просыпала. Ходила все пробелы. Вот такие пробелы просыпала. Погодка сказка. Шапка даже не нужна. Яблоньки мои. Вчера они немножко тут... Ой, кто это? А кто ты такой? Боюсь я. Насекомых. А вчера яблонька чуть-чуть вот так в сторону на этой веревке. Я ее поправила. Вот. А сегодня звонила агроному в питомник. Хотим мы еще ежевику посадить и черешню. Но у них там какая-то проблема. Будем где-то в другом месте покупать. Вот в Пушкине покупали, в питомнике. Ежевики у них пока нет. А черешня какие-то у них там, он сказал, высокие деревья по 1800. И там трещины на столе. Но с трещиной не хочется. Здесь вот все свеженькое. Вот. Я звонила агроному по поводу еще малины. У нас в этом году мы посадили малину. По-моему, 12-14 июля. И она была маленькая. Где-то до колен. Пакетик какой-то чей-то. Это не наша. И у нас очень сильно выросла малина. Я его спросила, нужно ли ее обрезать. У нас вот она была сантиметров 50-70 малина. А выросла, вот я вижу, что она уже выше меня. Где-то 170-180 сантиметров. Это она у нас выросла менее, чем за 2 месяца. Длиннючая малина. Вот это уже выше меня. У меня рост 168. А это, смотрите, где-то 170 с лишним. Он сказал, обрежьте ее, оставьте 120 сантиметров. Чтобы она к следующей весне уже давала в стороны. Вот такие. Потому что в сторону я вижу, что только вот это у нас дает. Вот эта ветка новая. И она активна. Вот. Вот это, видите, она вся новая. Такую я прям длинную не помню, чтобы была. А эта длинная. Вот она в рост ушла. Буду сейчас ее поправлять. Может быть, дополнительно здесь вот подвяжу. Она прям длинная, худая. Ее все это скрючивает. Вот это у нас самая маленькая была. Сейчас она мне где-то по подмышке. Вот. Если ее вытянуть, вот так выпрямить. Да. Ну, чуть пониже, до груди. Тоже она растет. А была до колена, то и ниже. Это вообще была самая маленькая. Вот это была тоже. Здесь даже видно. Вот этот ствол. Вот это все зеленое. Это все свежее. Вот это единственная малина, на которой какие-то штучки. Вот это что такое? Какие-то такие бубочки. Вот. Вот. На других такого нет. Ну, а здесь какой-то такой сорт. У нее листочки более сложенные такие. Вот. Они потом раз вот так вот. Какая-то такая малинка интересная. Что это за сорт? У меня все подписано. Метеор. Вот. Она вообще отличается от других малин. Она какая-то такая более ствол. У нее куча листьев. И они так вот все сжаты. Она такая была. Ну, а здесь, видите, какие шикарные. Очень хорошая малина. Сразу хочу вам порекомендовать. Вот эти пару ягодок, которые мы успели съесть. Желтая. Какая она вкусная. Какие вкусные ягоды. Вот этот сорт. Фолголд. Мы хотим не заменить. Мы хотим еще, наверное, докупить. Потому что попробовали какую-то ягоду красную. Вот из этих. Она, знаете, вообще отличается. Не такая сладкая. Но вот эта желтая, она прям божественная. Как настоящая малина, только желтая. Вот этот фолголд. Шикарный сорт. Вот здесь кто-то листочки у нас поел. Но мы обрабатываем. Жалко мне, конечно, все это обрезать. Но нужно, чтобы она пышненькая была. Вот. Фолголд. Длиннючая. Вот это тоже выше меня. В общем, это по малинке. По нашей. Мой салат. Спасибо всем, кто написал, что не стоит расстраиваться. Что салат у меня поднимется. Он весь поднялся. Да, он тут стволиться начал. Но листики-то от этого не ухудшились. Здесь ствол я тут обрезала. Вот этот пробел. Это я прям срезала домой. Мы едим. Я часть заморозила. Прокрутила через блендер кусками. Не в пасту, а кусками. Заморозила. Потом можно смузи и соусы делать. В салат такие соусы. Маслица добавить. Оливковое там. А так она вообще шикарная. Кто-то написал, что почему мы салат не ели. Как это мы не ели? Его просто здесь много. Его не съешь столько. Конечно, ели. Я вот так вот листики, я даже показывала. Вот так вот листики обрывала. Ну, а так как его много, видите, он уже застволился. Не знаю, кто-то написал. Он горький. Вообще очень вкусный салат. Никакой горечи нет. Все нормально. Сегодня тоже наберем. Здесь у меня уже зонтики. Я оставлю на семена. Вот этот, ну, вот эти-то веточки можно посрывать домой на салатик. А здесь вот такие. Пусть растет. Ну, много. У меня очень уже много замороженного укропа. Уже это лишнее будет. Ой, хороший урожай. Ну, вот он, картофель. Кстати, такая вода холодная. Уже, а нет, не очень-то и холодная. Так, вот мой картофель. Муж говорит, давай посмотрим, копнем. Я говорю, нет. Посадили 12 июля картофель. Сегодня 7 сентября. Рано. Еще листья все зеленые, все стоят. Какие-то упали. Ну, от тяжести, видимо. Либо их вот после ветра с дождем прибило. Но они вообще активно тут еще растут. Никаких жуков тут нет. Вот. Что вырастет, то вырастет. Уверена, что точно вырастет. Здесь вот какая-то она более сухая. Ну, попадаются. Ну, рано. Рано еще копать. К концу сентября копнем. У нас еще 15 градусов обещают. Также кто-то написал, что-то я не вижу никакого огорода. Да, вот у нас такой огород. Картофель, салат, петрушка. Потому что мы строили дом в этом году. Кто-то занимался огородом, мы занимались строительством. У нас ничего не было. Мы установили сваи, заказали нам дом поставить. Мы делали ремонт. Красили. Полностью внутри, снаружи. Мебель покупали. Это тоже время, это тоже затратно. И ничего здесь, в общем-то, смешного нет, что у нас нет огорода. Здесь уже мы просто землю навозили. Вот с парковки. Парковку, дорожки копали. И я решила посадить картофель. Вырастет, не вырастет, вырос. И также нам зелень посадили. В общем-то, ничего смешного нет. Также мы купили все деревья. Кучу денег потратили на все эти саженцы. На яблони, на малину. Смотрите, какой у нас шикарный, шикарная красная смородина. Черная. Черная смородина, как я ее жду. Тоже тут между нее газон сажал. Нужно будет ножницы купить такие для газона. Какие здесь листики, все свежие. Все старые уже отпали. Здесь все свежее. Я прям вообще радуюсь, радуюсь. Все это активно растет. Увеличилось в размере. Такая прелесть. Вот их вот так вот берешь. Чуть-чуть прикасаешься. Какой аромат вот этой черной смородины. Ой. В этом году мы листочки для чая не будем срывать. Потому что мы обработку постоянно делали. Вот они, еще два листика старых остались. Ладно, не буду. Вот там два. Вот это все свежее. Все, которые голые стволы были. Все это свеженькое. Все подписано. Бирочки у меня везде. Красиво это все сделала. Смотрите, голое все было. Вот каждый листочек это уже... Все это после 12 июля. После нашей посадки. Здесь у нас смородина красная. Вот это вижу сорт сахарная. Начинает потихоньку листочки улетать. Ну, готовится все это уже согласно сезону. Вот они такие уже. Тоже подтянулись. Мне кажется, мы их сажали, они меньше были. Вот они какие-то желтенькие. Готовятся, готовятся. Вот они, мои яблоньки. Красивые. Ну и мои груши. Замечательные. Вот одна грушка. Такая хорошенькая. Вот она вторая, так распушилась. Постоянно тут все проверяю. Как тут у меня, что тут у меня. Вот эти все свежие листочки. Они маленькие все. Внизу также. Вот это вообще такая шикарная. Пышная. Сорт сам по себе пышный. Орловская. Груша орловская. Знаете, так вот эти вирочки удобно. Дождь, снег, солнце. Все прекрасно держится. У нас тут уже на разных условиях. Это чижовская грушина. Маленькие, молоденькие пока. Хочу сказать спасибо за совет по поводу... Как это? Мучнистая роса, что ли? В общем, мы купили то средство. По-моему, то паз, что ли, нам посоветовали. Два. Купили. Мы будем делать обработку. Чуть-чуть воду прогреем. Но все равно, вот жимлость вообще мне не нравится. Какая-то она как больная выглядит. Что с ней такое? И тоже смотрели ролики. Вот что у людей тоже такое часто. Хочу показать сливу. Вот как она тут стала разрастаться. Стояла-стояла. Так вот. Вот это все свеженькое, красное. Вдруг она такая прям пошла. Все нормально с ней. Ну и мои гладиолусы. Кто посоветовала ставить их здесь и в конце сентября их выкопать. Но, не знаю, пока я их не буду трогать. Хотели куда-то бедра, куда-то пересадить и домой. Не знаю, мне хочется, чтобы цветы выросли. Но в таких погодных условиях ничего у меня не вырастет. Вчера заглядывала. Вот вечером мы приезжали. Были туда пол-одиннадцатого. Красота. У нас вот все красота пока. Несмотря на то, что на улице 10-11 градусов сегодня. Субтитры подогнал «Симон»